Во время рабочей встречи он рассказал Александру Ткачеву, что в крае отмечается положительная тенденция во взаимодействии местных властей и общественности. Проблемы, которые поднимают жители региона, не остаются без внимания. В свою очередь губернатор подчеркнул, что на Кубани сегодня достаточно развит гражданский сектор. Кроме того, все важные решения в городах и районах главы обсуждают с активистами на публичных слушаниях. Для нас с вами важно, чтобы люди, мы их ценность, их значимость поднимали на самом высоком уровне. Соответственно, общественная палата, народный фронт на Кубани, а мы на федеральном уровне. У нас, как это, the good news is not news. Вот это очень плохо. Мы очень любим искать, ковыряться, где чего плохо, а забываем о том, что есть чем гордиться. Что касается работы общероссийского народного фронта, ну, не все меня устраивает как сопредседателя. Но процесс идет, исполком сформирован, и те вопросы, которые сегодня были подняты по микрорайонам московским, по игровым автоматам. Я вижу, что это в рабочем формате, что диалог очень качественный. Поэтому, в целом, я удовлетворен, но, поверьте, это не только не столько, потому что это мой родной край и город, а сколько я считаю, что действительно здесь делается много хорошего, не без проблем, но для этого и народный фронт, и общественная палата, чтобы эти проблемы в диалоге решать. Понимаем, что все значимые вопросы выносить на общественное слушание, на разговор, диалог с жителями тех или иных регионов, муниципалитетов. И это, кстати, практика очень позитивно, положительно. Она воспринимается хорошо жителями нашего края. Это то ли это в сфере ЖКХ, то ли это построить развязку или не построить, то ли это нужна развительная полоса на той или иной дороге или выделенная полоса под общественный транспорт. Это здорово. И я так нацеливаю и главу муниципальных образований, чтобы этот диалог, он и был, он совершенствовался, и, конечно, приносил пользу, безусловно, потому что это решение получается выверенными. Здесь, на Кубани, у нас более 7 тысяч некоммерческих организаций. Мы с ними тоже выстраиваем диалог. Здесь достаточно развитое гражданское общество, край национальный. И, конечно, нам нужна очень мощная поддержка общественной палаты. И я, в общем-то, на нее рассчитываю всегда. Для поддержки гражданских инициатив только в этом году из краевой казны выделили более 70 миллионов рублей, добавил также Александр Ткачев. Из них почти 30 на инициативы социальной направленности. А в качестве примера возросшей активности кубанцев губернатор отметил появление народного движения «За веру Кубань и Отечество». Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Продолжение следует... Продолжение следует...